Уважаемые студенты, тема сегодняшней нашей лекции – это острые и хронические гнойно-деструктивные заболевания легких. Актуальность данной проблемы связана с тем, что смертность населения от заболеваний органов дыхания в Республике Узбекистан занимает четвертое место среди общей смертности. И из этого числа примерно 10% причиной летальных исходов является это гнойно-деструктивные заболевания легких. Хотелось бы отметить, что в разных странах частота смертности различная. В развитых странах число гнойно-деструктивных заболеваний легких из года в год имеет тенденцию к снижению, связанное с подъемом общего уровня здравоохранения этих стран здоровым образом жизни населения. А в развивающих странах, как показано на диаграмме, число гнойно-деструктивных заболеваний легких не имеет тенденцию к снижению, несмотря на развитие таракальной хирургии. Все же встречаемость гнойно-деструктивных заболеваний легких связана с тем, что происходит аллергизация населения, появлением антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов и наличием вредных привычек – это курение, алкоголизм, наркомания, которое часто встречается именно в этих развивающихся странах. Немного истории. Хотелось бы сказать, что первые записи о гнойно-деструктивных заболеваниях легких были начаты с эпохи Гиппократа. Это примерно 460 год до н.э. Началась грудная хирургия с лечением заболеваний плевры, в частности с МПМ плевры. Первое описание хирургии грудной клетки, как я уже сказал, принадлежит Гиппократу, который диагностировал МПМ плевры и вылечил больного, высвободив гной с помощью пореза. Теперь этот метод называется торокостомия. Большой вклад в развитие торокальной хирургии, а именно еще и гнойной хирургии, принадлежит нашему соотечественнику Абу-Али-Ибун-Сина или Авиценна. Он различал заболевания легких горячей этиологии и холодной этиологии. Под горячими заболеваниями легких он понимал такие заболевания, которые мы сегодня знаем, это пневмонии различного генеза, а под холодными это туберкулез и опухоли легкого. Им предложена методика выпуска гноя из поливральной полости с помощью созданного им самим специального скальпеля, который имел желобок. В целом, если взять развитие торокальной хирургии, то хотелось бы отметить, что в отличие от других вариантов хирургии, то есть абдоминальной, либо хирургии забрюшинного пространства, она развивалась чуть позже. Связана она была с тем, что грудная клетка, в силу того, что имелись свои физиологические особенности, всегда была камнем преткновения для хирургов. Проводя разрез на грудной клетке, развивался пневмоторакс, который, учитывая то, что в те годы не знали о анатомо-физиологических особенностях грудной клетки, как правило, приводило к коллапсу легкого и в послеоперационном периоде к смерти пациента. И поэтому считали, что в грудной клетке находится душа человека, и при вскрытии его как бы выходила душа человека, и поэтому грудную клетку начали рассматривать как объект хирургического вмешательства намного позже, чем абдоминальная хирургия. Но все же поиски оперативных вмешательств на грудной клетке продолжались, так Тюхье в 1895 году выполнил впервые резекцию легких. Он резецировал верхушки легких, при этом удачная была операция. В 1905-10-х годах Заор Брух и Браур выполнили операции на легких, используя специальные комнаты, так как считалось, что выполнение оперативных вмешательств на грудной клетке сопровождается выходом воздуха из поливральной полости, поэтому они создавали герметичную комнату, где выполняли свои оперативные вмешательства. Это были первые шаги по преодолению, значит, в послеоперационном периоде положительного давления на грудной клетке. В 1931 году Ниссан выполнил пульмонэктомию. При этом он выполнил пульмонэктомию, не разделяя элементы корня легкого, а вот разделяя элементы корня легкого, то есть выделяя отдельно вены, артерии и бронх, В 1933 году Рейнгоф выполнил пульмонэктомию. И эта методика Рейнгофа используется по сей день, и благодаря этой методике, то есть раздельной обработке элементов корня легкого, начали выполняться и другие, менее органноуносящие операции на грудной клетке. В частности, в 1936 году Линберг выполнил лобэктомию. Столь позднее развитие таракальной хирургии, в отличие от абдоминальной хирургии, связано в первую очередь с тем, что для выполнения операции на легких необходимо было проводить операции под наркозом с искусственной вентиляцией легких, а также необходимостью создания в послеоперационном периоде разряжения для восстановления объема легкого. И поэтому лишь только появление наркоза и с искусственной вентиляцией легкого, а также выполнение в послеоперационном периоде в обязательном порядке дренирования плевральной полости с созданием отрицательного давления способствовали дальнейшему развитию таракальной хирургии. В СССР для становления таракальной хирургии немаловажную роль сыграли такие хирурги, как Богуш, Амосов, Греков, Перельман, Углов, Лукомский, фотографии которых вы видите на данном слайде. В Узбекистане становление таракальной хирургии началось примерно в 60-х годах 20-го века. Немаловажную роль в этом сыграли такие знаменитые ученые Узбекистана, как Масумов, Вахидов, Кореев, Кротов. Благодаря работам этих ученых сегодня в Узбекистане проводятся такие высокотехнологические операции, как реконструктивные операции на трахеи, это высокотехнологические операции на легких, такие как видеоассистированные лобэктомии, различные оперативные вмешательства на самих легких, которые выполняются как с использованием эндовизуальной технологии, так и при помощи открытых методов. Коротко об анатомии и физиологии органов дыхания. Легкие, как мы знаем, основная его функция – это газообмен. Из окружающей среды в организм человека при помощи работы легких происходит поступление кислорода, а из организма человека выводится углекислый газ. Органы дыхания начинаются с носа, а именно с ноздрей. Но таракальная хирургия, которую мы сегодня рассматриваем, изучает не весь дыхательный путь человека, а его начало для таракальных хирургов связано с тем, что находится на дыхательном пути ниже, чем персневидный хрящ. Выше персневидный хрящ и выше – это органы, которыми занимаются врачи лор. Хотя в последнее время идет в некоторых заболеваниях симбиоз работы врачей, таракальных хирургов и лор-врачей. В частности, когда имеется стеноз трахеи или опухолевидное образование верхних дыхательных путей, идет совместная работа как лор-врача, так и таракального хирурга. Что касается самих дыхательных путей, которые относятся к таракальной хирургии, это начало его начинается с трахеи. Это полый трубчатый орган, который состоит из 16-20 хрящевых полуколец, задняя часть которых представлена мембранозной частью, и в большей степени она прилежит к пищеводу. Трахея имеет диаметр примерно 2,5 см. Она обеспечивает поступление воздуха изнаружи, то есть окружающей среды, именно в ткань легкого. Трахея в своем, как вы знаете, продолжении делится на два главных бронха. Это правый главный бронх и левый. Правый главный бронх является продолжением трахеи самой. Она короткая и широкая. И отходит от трахеи под тупым углом. Этими объясняются многие заболевания легких, которые происходят больше в правой стороне, чем слева. Ну и, а также попадание инородных тел в дыхательные пути, которые чаще мы должны искать именно в правом легком, так как трахея как бы является продолжением, то есть бронх является правой продолжением трахеи. Левый главный бронх, он более уже, примерно 1,6-1,4 см в диаметре, но он длинный, примерно длиной 4-6 см. Отходит он от трахеи под острым углом. Поэтому редко происходит заболевание с левой стороны, но есть такая закономерность, если слева у человека произошло какой-то воспалительный процесс или же патологический процесс, то выход для него становится чуть-чуть трудноватым, и, как правило, эта ситуация заканчивается какими-то хирургическими манипуляциями. То есть организм сам не всегда имеет возможность справиться с этим патологическим процессом, и появляется необходимость в хирургических различных манипуляциях. Каждый из этих бронхов делится на долевые бронхи. Справа это верхний долевой, средний долевой и нижний долевые. А слева это верхний долевой бронх и нижний долевой бронх. От верхней долевого бронха, как мы знаем, еще отходит как бы подобие средней долевому бронху справа. Это бронх язычкового сегмента. В свою очередь, каждый из этих долевых бронхов разделяется на сегментарные бронхи, а сегментарные, в свою очередь, на субсегментарные, которые затем продолжаются бронхиолы, и все это заканчивается альвеолами, где в основном, то есть, где и происходит газообмен за счет диффузии газов из пространства альвеол в кровеносную систему. Сами легкие, как вы видите на данном слайде, это парный орган, имеют вид конуса, верхушкой обращенный вверх. Конус, значит, имеет верхушку и имеет основание. В самом легком разделяют три поверхности. Это костальную поверхность, которая большая часть, которая прилежит к ребрам. Затем имеется диафрагмальная часть, это та часть, которая находится, прилежит к диафрагме. И медиастинальную поверхность она имеет, имеет каждая из этих легких, которые прилежат к средостению. Как я уже сказал, в правом легком мы разделяем три доли, а в левом две. При этом, кроме этого, мы должны различать на сегодняшний день сегментарное строение легких. В каждом легком 10 сегментов. При этом, хотелось бы отметить, что в левом легком нету седьмого сегмента. Так, в верхней доле имеются три сегмента, в средней доле это два сегмента, и в нижней доле пять сегментов. Соответственно, слева у нас, в верхней доле у нас имеется пять сегментов, в нижней доле имеется, значит, так же как бы получается по порядку пять, но при этом отсутствует седьмой сегмент в легком. Эта область подходит к сердцу, и в этой области легкая имеет такую вырезку, называющуюся сердечной вырезкой, а в самом легком эта часть вырисовывается в виде языка, и поэтому эта часть легкого, то есть этот сегмент легкого, четвертый и пятый сегмент, называется язычковым сегментом. Современная диагностика заболеваний легких базируется на основании четырех основных методов. Это клинический, рентгенологический, эндоскопический и гистологический. Последнее связано с тем, что большинство заболеваний легких на сегодняшний день представлено онкологическими заболеваниями, поэтому необходимость гистологического исследования обязательно. На данном слайде вы видите один из объективных методов осмотра пациента, среди которых это аускультация. Необходимо выполнять перкуссию, пальпацию в обязательном порядке, но хотелось бы сказать, эти методы исследования, в частности перкуссия и пальпация, не столь важны в таракальной хирургии. Важно больше аускультация, и при этом патологические шумы, которые мы изучаем в терапии, это различные сухие и влажные хрипы, также не имеют такого большого значения для таракального хирурга. Больше имеет значение это прослушивание самих дыхательных шумов, а именно, есть ли вообще прослушивается дыхание или же не прослушивается. Отсутствие прослушивания дыхательных шумов связано либо с выраженным патологическим процессом в самом легком, либо наличие в нем жидкости. Или же третий вариант – это когда легкое в спавшем состоянии. Большую роль в диагностике заболеваний легких имеют лучевые методы диагностики. В частности, это рентгенография или рентгеноскопия грудной клетки. На сегодняшний день рентгенография или скопия грудной клетки, она стала необходимым методом, она стала скрининг-методом диагностики заболеваний легких. Если когда-то в 20 веке для скрининга метода использовалась флюорография, то сегодня его возможности, конечно, имеют значение, но учитывая, что во многих регионах уже поставлено рентгенооборудование, стало возможным судить о заболеваниях легких по проведению рентгенографии. Рентгенография, в отличие от других дисциплин, в таракальной хирургии обязательно проводится в двух проекциях. Это прямая проекция и боковая. Связана она с тем, что иногда патологические процессы бывают скрытыми за тенью сердца, поэтому необходимо выполнить еще и боковую, а иногда бывает необходимо проводить полипозиционную рентгеноскопию, чтобы определить, где именно находится этот патологический процесс. Рентген сегодня позволяет нам дать заключение, имеются ли какие-то патологические изменения в грудной клетке или же легочные поля чистые. Но оно не может нам полностью дать ответ на вопрос, какой патологический процесс. Как бы удостовериться, чувствительность этого метода несколько слабее. Вот на этом слайде поставлено 4 рентгенограммы больного с образованием в определенных частях легкого. Можно сказать, что на рентгенограмме сверху слева, что это опухоль. Можно сказать, что это и осумкованно какой-то плеврит. Внизу слева можно сказать, что это МПМ, можно сказать, что это абсцидирующая пневмония, либо это опухоль опять же. Справа, да, более четче картина снизу. Мы сегодня в нашем регионе можем сказать, что это эхинокок, но в то же время не исключается и опухоль легкого. Поэтому судить о патологическом процессе в легком, какого характера, если вы долго не занимаетесь изучением рентгенограмм, сказать что-то становится сложновато. Но она нам позволяет рентгеноскопия или графе отдифференцировать людей, которые имеют патологический процесс в легком или же патологический процесс в легком исключается. Для суждения о глубине поражения раньше использовали вот такой метод исследования, который называется рентгеновская томография. Вам не кажется, что это размытый рисунок? Он на самом деле действительно размытый. Ранее получали вот такие снимки и судили, насколько глубоко заходит процесс в легком, чтобы показать возможность оперирования этого процесса или же необходимость только вести его консервативно. Но сами понимаете, что эти снимки не давали полную информацию. И вот благодаря появлению компьютерной томографии, которая буквально сделала революцию в этом направлении, стало возможным поиск и определение патологического процесса в легких. Насколько глубоко поражает он легкое, насколько он проникает в соседние структуры, какова характеристика этого патологического процесса. Все это стало возможным определять при помощи компьютерной томографии. И сегодня в диагностике заболевания легких она имеет наивысшую оценку по сравнению с другими методами диагностики легких. Что касается МРТ, точно такого же одного из направлений в лучевой диагностике, то ее применение в таракальной хирургии несколько меньше, чем компьютерная томография. Здесь томография компьютерная, рентгеновская, она дает возможность нам получить больше информации, чем МРТ. МРТ в грудной хирургии в основном используется с целью определения инвазии опухолевого процесса в сосуд. То есть мы получаем реконструкцию сосудов без введения контрастного вещества, и таким способом мы выявляем, есть ли какие-то дефекты наполнения этого сосуда, и тем самым судить о проникновении, значит, какого-то патологического процесса именно в сосуды. И кроме этого МРТ нам дает возможность проведения, опять же, повторяю, бесконтрастного ангиопульмонографии, которая необходима для того, чтобы отдифференцировать, есть ли у пациента явление тромбоэмболии легочной артерии или нет. Кроме того, компьютерная томография нам дает возможность судить о патологических процессах средостения. Вот как вы видите на данном слайде, есть какое-то образование, которое находится справа. Если сделать обычный рентген, видите, широкое средостение. Что это? Это какой-то патологический процесс легочной ткани или же средостение. Нам позволяет отдифференцировать компьютерную томографию. Как вы видите, проведение компьютерной томографии у данного пациента позволило нам выяснить, что опухоль выходит из средостения, а не из легочной ткани, которая в корне меняет тактику лечения. Другим методом лучевой диагностики заболеваний легких является бронхография. Это метод контрастного исследования бронхиального дерева. Его часто использовали для того, чтобы отдифференцировать бронхоектаза от других заболеваний. Значит, бронхиальное дерево вводилось в водонерастворимое контрастное вещество и получался снимок бронхиального дерева. Сами понимаете, что введение контрастного вещества бронхиального дерева не столь безобидная процедура и легко выполнимая. И, как правило, это было трудоемко. Сопровождается оно выраженным кашлем, дыхательной недостаточностью. И благодаря, опять же, компьютерной томографии нам сегодня стало возможным проведение, значит, то есть диагностика заболеваний бронхоэктазов, без использования контрастной бронхографии. Следующий метод – это ангиография, которая на сегодняшний день в целях диагностики заболеваний легких практически не используется. Она больше имеет диапевтический момент, то есть ангиография для проведения каких-то, значит, проводится при заболевании легких не только с диагностической целью, но и сразу же с лечебной целью. В частности, вот вы видите на данном картинке ангиопульмонограмму. Для того, чтобы выяснить, первое – это, есть ли прорастание опухоли в сосуды, или же, второе – для выявления тромбоэмболии легочной артерии. В первом случае можно использовать и неинвазивный метод, это в частности компьютерную томографию с контрастированием, либо МРТ. Ну а второе – для диагностики только если использовать, то также она заменяется томографией и режимом МРТ. А в данном случае эта ангиография выполнена с целью лизиса возможных тромбов, которые находятся в легочной артерии. Кроме того, ангиографическим методом мы сегодня выполняем окклюзию сосуда, который является источником кровотечения. На данном слайде представлена бронхиальная артериография, двухсторонне выполнено контрастирование бронхиальной артерии и выполнена слева эмболизация бронхиальной артерии для остановки кровотечения, а в ряде случаев для проведения химиоэмболизации, чтобы закрыть питание опухоли, находящиеся в соответствующей части легкого. Следующие методы диагностики – это эндоскопические методы диагностики и заболевания легких, они сегодня приобретают все большую популярность. Эндоскопические методы делятся на жесткие и гибкие. Жесткие эндоскопии – это жесткая бронхоскопия, это проведение диагностики с помощью жесткого бронхоскопа. Жесткий бронхоскоп представляет собой тот же самый инструментальный состав, который имеется для проведения лапароскопии или торокоскопии. На сегодняшний день хочется сказать, что эта методика для диагностики практически уже не используется. Так же, как и ангиография, она используется с диапевтической целью, то есть происходит диагностика и одновременно и лечебная манипуляция. С помощью жесткого бронхоскопа, бронхоскопии, проводят забор материала для гистологического исследования, удаление доброкачественных опухолей или же выполняют удаление инородных тел, а также выполняют окклюзию какого-то бронха при массивном кровотечении из легочной ткани. Еще раз повторяю, сегодня жесткая бронхоскопия для диагностики практически не используется. Вот на этом слайде представлена жесткая бронхоскопия, которая производится пациенту, во время которой выполняют окклюзию одного из бронхов, из которого поступает кровь в выдыхательные пути. Сегодня становится популярным гибкая эндоскопия, фибробронхоскопия. Она нам позволяет определять патологические процессы. Благодаря современной системе оптикового волокна, оно позволяет нам заходить на долевые бронхи, на сегментарные бронхи, увидеть устья этих бронхов и дать заключение о прорастании или же каком патологическом процессе, который происходит в бронхе. Бронхоскопия проводится, как вы видите, через носовые ходы. Представлена на данной слайде методика проведения этой бронхоскопии. На следующем слайде вы видите бронхоскопические картины, которые можно увидеть. Верхняя, значит, слева картинка – это нормальная бронха или трахея. С нижней, слева, это в середине, вы видите, значит, окклюзированный слева бронх. Самый нижний слева – это, вы видите, основной бронх справа и видите долевые, три долевых бронха. Справа картины воспаления различного генеза. Видите гиперимированную картину в бронхах. На следующем слайде вы видите опухоль, которая располагается в бронхах. Благодаря фибробронхоскопии мы сегодня, не используя жесткий бронхоскоп, мы можем взять биопсию из этой опухоли. Ну и следующий метод диагностики – это, опять же, эндоскопический, но проводящийся через кожное. Это торакоскопия или же медиастиноскопия. Торакоскопия – это осмотр грудной клетки, а медиастиноскопия – осмотр средостения. Ну, опять же, благодаря тому, что появилась компьютерная томография, необходимость для диагностики, значит, использования торакоскопии или медиастиноскопии намного-намного отпала. И сегодня показаниями торакоскопии в целях диагностики являются такие заболевания, как плеврит неясного генеза. Когда вы всеми методами неинвазивной диагностики пытаетесь поставить диагноз плевриту, откуда он произошел, но диагноз не выставляется, и для этой цели используется торакоскопия. Как правило, в таких случаях находят, выявляют туберкулез плевры или же асбистому, которые по величине очень маленькие и возможно их только увидеть при помощи, значит, визуального осмотра, а именно торакоскопии. Во время торакоскопии, когда имеется плеврит неясного генеза, еще можно взять биопсию и подтвердить свой диагноз. То есть это туберкулез или асбистома, или по-другому его называют мезотелиома. Бывают случаи, когда нам необходимо отдифференцировать какое-то объемное образование в легком, но лучше это сделать при помощи неинвазивных методов диагностики, а когда мы предполагаем, что все-таки у нас есть показания к операции при помощи, используя торакоскопию, мы можем подтвердить этот диагноз и выполнить торакоскопическую операцию. То есть на сегодняшний день торакоскопия используется в основном для лечебных манипуляций. В качестве лечебных манипуляций в обязательном порядке все операции на грудной клетке практически выполняются под общим обезболиванием, как вы видите на данном слайде. При этом используется искусственная вентиляция легких. Используя искусственную вентиляцию легких, необходимо сказать, что во многих случаях, особенно при выполнении торакоскопической операции, нам требуется раздельная интубация бронхов, используя для этого специальные интубационные трубки, которые интубируют либо правый, либо левый бронх. На данном слайде также показано положение пациента, который оперируется на грудной клетке. Примерно 99% всех операций на грудной клетке выполняется положение на боку, в здоровом, сторона которого находится внизу, а патологически сторона, где нужно оперировать, находится наверху. Лишь только в одном-двух процентах случаев нам требуется положение на спине, когда мы выполняем стернотомию и выполняем операцию на обоих легких. Операции на легких выполняются через разрезы или проколы. Разрез на грудной клетке называется торакотомия. Торакс, грудная клетка, томия – это вскрытие. Торакотомия бывает переднебоковой, которая наиболее часто используется в практике хирургов. Боковая торакотомия, которая используется тоже часто, но меньше, чем переднебоковая. И задняя торакотомия, она очень травматичная, поэтому ее использование очень редкое в торакальной хирургии. Проводит разрезы по межреберию. Обязательным моментом после операции на грудной клетке является дренирование для создания отрицательного давления в плевральной полости для восстановления объема легкого. Устанавливается один дренаж, если вы выполнили операцию только на плевральной полости, без работы на легком самом, или же два дренажа, когда вы использовали, то есть вы провели операцию на самом легком, для того, чтобы один для улавливания воздуха, а второй дренаж, нижний для улавливания жидкости, которая скапливается в послеоперационном периоде. На следующем слайде представлены торакоскопические вмешательства. Операции проводятся через небольшие проколы. Сегодня в развитых странах многие оперативные вмешательства, в частности лобэктомии, сегментэктомии, выполняются торакоскопически, либо используя маленький доступ, то есть видеоассистировано. Они называются ВАЦ-операциями. Видеоассисты торакоскопик-серджери. Это вот коротко, о чем хотел вас ввести в торакальную хирургию, а теперь рассмотрим эти заболевания, которые мы хотели в начале нашей темы рассмотреть. Это острые хронические гнойно-деструктивные заболевания легких. К острым и хроническим гнойно-деструктивным заболеваниям легких относятся несколько патологических процессов легких, в частности это абсцессы, которые бывают острыми и хроническими, это гангрена легкого, это пневмоцирроз, это бронхоэктотическая болезнь и различные свищи. Учитывая, что свищи это более углубленная тема торакальной хирургии, мы его больше будем рассматривать на курсах магистратуры. Мы сегодня рассмотрим острые и хронические заболевания легких, в частности это абсцессы, гангрену, бронхоэктотическую болезнь, пневмоцироз. Что нужно понимать под острым абсцессом легкого? Это ограниченное гнойное воспаление легочной ткани с образованием полости. То есть произошло какое-то воспаление в легком, которое ввиду слабости организма, либо сильной вирулентности этого микроорганизма, попавшее, вызвал деструкцию легочной ткани. Но при этом организм справился с этим и создал оболочку, то есть капсулу. Можно сказать, что для определенной ситуации это положительный момент, то есть создание именно ограниченной капсулы. Если организм слишком слабый, то развивается гангрена легкого. Что мы понимаем под гангреной легкого? Это гнойно-гнилостный некроз участка легочной ткани, не отделенный от здоровой ткани, ограничивающей капсулы и имеющий тенденцию к дальнейшему распространению. То есть гнойный процесс не останавливается, не задерживается в виде какой-то капсулы, а распространяется по всей легочной ткани. Сами понимаете, что оно быстренько приводит к деструкции всей легочной ткани, интоксикации, дыхательной недостаточности и к смерти пациента. И промежуточная позиция между острым абсцессом легкого и гангреной является гангренозный абсцесс, когда в легких имеются несколько, множество участков гнойной деструкции, которые ограничены капсулой. Можно сказать, что острый абсцесс, то есть патологический процесс там начинал прогрессировать, но силы организма, плюс может быть какие-то вмешательства извне путем дачи медикаментозных препаратов, это ограничилось и развился гангренозный абсцесс легкого. Честно сказать, сведения о летальных случаях и осложнениях, ввиду того, что эти заболевания чаще встречаются в социально отягощенных слоях населения, многие не выдают. Поэтому на данном графике вам представлены данные по числу летальных исходов при абсцессе и гангрене легкого. Как вы видите, при абсцессе это число колеблется от 10 до 50%, то есть летальность очень высокая. В то же время при гангрене этот процесс еще выше. Хочу сказать, что я в своей практике не видел ни одного пациента, который бы вылечился от гангрены легкого. Как правило, летальность стопроцентная. В данном слайде представлены данные прошлого века. Найти данные, касаемые 21 века, очень сложно. В интернете есть где-то в статистических данных. Опять же повторяю, не все государства любят хвастаться именно проблемными ситуациями у них у самих. Патогенические причины развития острых гнойно-деструктивных заболеваний легких связаны с следующими ситуациями. Это пневмонии, после которых развивается гнойно-деструктивное заболевание легких. То есть постпневмонический ход развития. Второе. Аспирационные. То есть в дыхательные пути попадают пищевые массы, либо инородные тела в большом количестве, которые приводят к острых гнойно-деструктивным заболеваниям легким. Следующие патогенетические причины – это гематогенно-эмболические и посттравматические. Они встречаются очень редко. Примерно они составляют 1% от всех острых гнойно-деструктивных заболеваний легких. И можно сказать, что основным механизмом развития острых гнойно-деструктивных заболеваний легких является либо постпневмонический, либо аспирационный. Постпневмонический он встречается чаще, чем аспирационный. Аспирационный механизм больше приводит к гангрене легкого, а постпневмонический, как правило, приводит к абсцессу, формированию абсцесса легкого. Не у всех пневмония приводит к развитию деструктивных заболеваний в легочной ткани. А патогенетические факторы, которые способствуют к развитию таких ситуаций, служат, первое – это микроаспирация, второе – это нарушение дренажной функции бронхов, следующая причина – это снижение защитных сил организма, следующая причина – это активация условно-пантогенной микрофлоры и нарушение кровоснабжения и некроз легочной ткани. Если взять это все вкупе, мы можем представить примерно картину того человека, который может пострадать от каких-то респираторных заболеваний, которые привели у него к гнойно-деструктивным заболеваниям легких. То есть это люди, которые, если вот так взять, у кого нарушена дренажная функция бронхов? Это те, кто страдает много бронхитами, либо подвержены какому-то воздействию патологических процессов, которые приводят к повреждению ресничков бронхов, которые приводят к нарушению дренажной функции бронхов. Это курильщики. Это люди, которые занимаются с красками, значит, дым токсический от этих, значит, работы приводят к поступлению в дыхательные пути и приводят к нарушению работы этих ресничек, этих бронхов. Снижение защитных сил организма – это старость, либо стрессы, либо это алкоголизм или наркомания. Активация условно-патогенной микрофлоры происходит, опять же, при снижении защитных сил организма, а нарушении кровоснабжения и некроз легочной ткани, как правило, это бывает при нарушении самой стенки сосудов. Это какие-то, значит, старческий возраст. То есть примерно эта картина острого деструктивного заболевания легких развивается у тех людей, у которых снижен резко иммунитет, часто болеют, либо имеют вредные привычки или старческий возраст. Факторы, способствующие возникновению острого деструктивного заболевания легких – это, вот как я уже сказал, это те процессы, которые снижают иммунитет. Это, в первую очередь, алкоголизм и наркомания. Эпилепсия, черепно-мозговая травма и общий наркоз – это тоже в определенной степени стресс для организма. Плюс именно в этих ситуациях, как правило, развивается и аспирация. То есть больной теряет сознание, и пищевые массы, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, могут попасть в дыхательные пути и тем самым, вызвав аспирацию, вызвать и гнойно-деструктивный процесс, как правило, который приводит к гангрению легкого и смерти пациента. Что касается микрофлоры, которые вызывают острые гнойно-деструктивные заболевания легких, это, как показали наши исследования, оказалась ассоциация анаэробов с анаэробами. То есть взаимодействие анаэробов с анаэробами является наиболее частой причиной острых гнойно-деструктивных заболеваний легких. Но если взять отдельно, то анаэробы чаще приводят к острых гнойно-деструктивным заболеваниям легких, чем аэробы. Что касается абсцесса легкого, оно может быть в виде развития абсцесса в трех направлениях. Первый, как вы видите на данном слайде, это в левом легком верхнем сегменте, в верхушке, этот абсцесс прорвался в бронх. Получается как бы удовлетворительное, благоприятное течение этой ситуации. Он опорожнился от гноя и есть шанс, что эта полость закроется. Вторая ситуация справа. Давайте рассмотрим картинку. Значит, этот абсцесс полностью не опорожнился, ввиду того, что процесс опорожнения шел через узкий, может быть, бронх. Или же сама полость, эта абсцидирующая большая, не весь гной смог опорожниться. В результате наступила хронизация процесса. И третий исход абсцесса легкого, это ухудшение ситуации, когда абсцесс прорывается в плевральную полость. Идет массивное поступление гноя в плевральную полость. А плевра, мы знаем, как и брюшина, она обладает очень высокой всасывательной способностью. Всасывая этот гной, вызывает резкую интоксикацию, и пациенты зачастую становятся реанимационными. Если абсцесс, то есть патологический процесс расположен во втором и шестых сегментах легких, то, как правило, они заканчиваются именно развитием деструктивных заболеваний легких. Почему? Потому что именно эти сегменты легкого имеют острый угол, а этот острый угол еще и дополняется слева острым углом основного главного бронха. И тем самым, если там скопился, значит, какая-то патологическая масса, для того, чтобы выйти из легочной ткани, ему требуется прохождение двух острых углов. И поэтому, если патологический процесс развивается во вторых и шестых сегментах, и чаще, если это слева идет процесс, то все это заканчивается деструктивным процессом в легочной ткани. Любое острое гнойно-деструктивное заболевание легкого, то есть это гангрена либо абсцесс, она имеет свою клинику. Первое – это высокая температура, 38-40 градусов. Это интоксикация за счет того, что идет всасывание патологических масс в кровеносное русло. Следующее – это боли на стороне поражения. Сухой кашель – это на начальном этапе. Следующее – это укорочение перкуторного звука и выслушивание различных хрипов. Лабораторное исследование нам дает высокое соя, лейкоцитоз, а на рентгенограмме вы видите наличие интенсивного ограниченного затемнения в легочной ткани. Если эти симптомы, как правило, при гангрене и дальше развиваются, приводят к летальному исходу. А при развитии абсцесса легкого эти все симптомы характерны до процесса прорыва этого гнойника бронх. То есть при абсцессе легкого мы различаем нашу клинику на две стадии. Первая – это клиника, которую я рассказал сейчас, которая называется симптомами до прорыва, которая держится в течение 10-12 дней. И есть клиника после прорыва. Если вы обратили внимание, то все эти симптомы схожи с обычным ОРЗ. Единственное, что нет такой уж высокой интоксикации при ОРЗ и нету сильных болей. Хотя некоторые, как на сегодняшний день, вирусные инфекции, в частности COVID-19, они сопровождаются именно высокой температурой, интоксикацией болями грудной клетки. Как же все-таки различить, что идет у него абсцессирование процесса, или же идет вирусная инфекция? Обязательным моментом является проведение рентгенографии. Особенно у лиц, которые подвержены к развитию абсцесса легкого. То есть у лиц пожилого и старческого возраста, а также у лиц, имеющих вредные привычки. Это курильщики, это алкоголики, наркоманы, а также у тех, у которых имеются хронические заболевания легких. То есть у этих пациентов, если появились такие симптомы, то не стоит дожидаться определенного дня, когда будет все плохо, а нужно сразу выполнить рентгенографию. Ну а в период эпидемии гриппа обычного рентгенографию следует выполнять после проведения терапии в течение трех дней. Если не спадет ни температура, сохраняться будет кашель и так далее, то, конечно, лучше есть показания для проведения рентгенографии грудной клетки. Хотя эти позиции при сегодняшней пандемии изменяются. Вот на данном слайде представлена картина развивающегося абсцесса легкого справа. Точно такая же картина. И есть симптомы после прорыва. То есть идет улучшение ситуации, происходит кашель с выделением большого количества мокроты, с неприятным запахом, снижается температура до субфибрильного значения, а иногда до нормального значения. Появляется у некоторых пациентов кровохарканье, связанное с тем, что разрушается определенная ткань легочная, а иногда это кровохарканье бывает, то есть легочное кровотечение массивным и приводит к смерти пациента. Появляется амфорическое дыхание, а на рентгенограмме вы видите округлую полость с уровнем жидкости. При этом эта полость не имеет четких контуров, имеет дорожку к корню легкого. На этом слайде вы видите процесс слева – это левостороннее поражение, на картинке справа – при правостороннем поражении абсцессом. Следующая рентгенологическая картина. Также слева вы видите сухую полость, которая видна также и на боковой проекции. Но не все, значит, вот то, что вы видите на грудной клетке, изменение на амфинограмме, можно сказать сразу же, что это абсцесс или же это другой патологический процесс. Его надо дифференцировать. С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику абсцессов легких? Это, в первую очередь, с раком. На данном слайде вы видите центральный рак, периферический рак. Отличие абсцесса от рака тем, что, как правило, абсцесс имеет клиническую картину, вот эту выраженную, которую мы до этого рассказывали. То есть лихорадка – это боль, кашель, которые внезапно на фоне благополучия возникают. А рак – это длительный процесс, который может быть не сопровождаться с какими-либо, значит, температурными реакциями. Особенно сложно бывает отдифференцировать кистозную форму рака с абсцессом. В этих ситуациях, как правило, только оперативное вмешательство нам позволяет до конца отдифференцировать, что это – это хронический абсцесс или же это опухоль кистозного характера. Дифференциальную диагностику проводят с туберкулезом. Как видите на данном слайде, очень сложно на начальном этапе определить, что это – это каверна. С туберкуломой более легче проводить дифференциальную диагностику, оно имеет округлую форму, плюс наличие в анамнезе перенесенный туберкулез нам позволяет отдифференцировать его с абсцессом лёгкого. Осложнения абсцессов и гнойно-деструктивных заболеваний лёгких – это такие. Это лёгочное кровотечение, это пиопневмоторакс, то есть попадание гноя в плевральную полость с развитием в дальнейшем. МПМ и плевры, то есть гнойного воспаления плевры. Это если в дальнейшем сепсис, если идёт распространение процесса, и бронхогенное распространение, то есть примерно сепсицеемия. То есть эти причины могут привести к летальному исходу. Несмотря на то, что мы рассматриваем нашу проблему в хирургии, лечение острого абсцесса или же МПМ-ы, оно консервативное. В основном проводит антибактериальную терапию, противовоспалительную терапию, нормализует свёртывающую систему и микроциркуляцию, проводит дезинтоксикационную терапию, бронхолитики и коррекцию водно-солевого обмена. А почему мы всё-таки его рассматриваем в цикле хирургии? Потому что те осложнения, которые могут развиться при этих заболеваниях, они довольно бывают частыми, они требуют хирургического вмешательства. Поэтому мы их рассматриваем на цикле хирургии. Какие эти вмешательства? Эти вмешательства в основном микрохирургические вмешательства. Это трансбронхиальная катетеризация абсцесса, которая представлена на данном слайде. То есть через бронх вводится катетер в зависимости от распространённости и локализации процесса либо в трахею, либо в бронх, либо в сам абсцесс. Схематически представлено на следующем слайде это. И проводят промывку этого, значит, полости. Хочу сказать, что такое вмешательство очень сложное выполнить технически. И зачастую это как бы невыполнимо. Больше у нас в практике выполняется методика трансторакального дренирования, когда в полосе абсцесса устанавливается через грудную клетку дренаж и проводится его санация, как представлено на этом слайде. Ну, почему нельзя оперировать? Потому что гнойный процесс, он может распространиться, плюс ещё во время гнойного процесса все ткани рыхлые. При обработке сосудов мы можем больше навредить, значит, путём повредив бронх или же сосуд и привести его к летальному исходу. Но иногда нам приходится оперировать это в ситуациях, когда идёт кровотечение массивное, то есть вторая, третья степень, либо идёт прогрессирование процесса на фоне активной и соответствующей терапии, либо идёт у нас напряжённый пиопнимоторокс, который не удалось ликвидировать путём дренирования плевральной полости, либо если у нас ситуация, когда у нас есть подозрение на наличие злокачественного опухоли, и мы не можем отдифференцировать, тогда мы вынуждены при этих ситуациях выполнять оперативное вмешательство. Но, как правило, эти оперативные вмешательства – они операции отчаяния, поэтому лучше лечить острые процессы консервативным методом и использованием техник микрохирургии. Противопоказанием для выполнения оперативного вмешательства, даже если имеется вышеуказанная ситуация, является декомпенсация жизненно важных органов, это двухстороннее гнойное поражение, сопутствующие неизлечимые злокачественные опухоли. Вот именно при гангрене лёгкого, почему мы говорим, что там летальность стопроцентная практически, потому что не бывает одностороннего гангрена лёгкого. Как правило, при гангрене лёгкого идёт двухстороннее поражение, и вы не знаете, что нужно удалять. Исходы острых абсцессов следующие – это полное выздоровление, когда нету никаких ни клинических, ни рентгенологических симптомов перенесенного абсцесса лёгкого. Второе – это клиническое выздоровление, когда нету симптомов у пациента, но на рентгене вы видите сухую полость. Следующая ситуация – некоторые улучшения. То есть, есть симптомы, есть и рентгенологические признаки абсцесса. Четвёртое – это переход в хронический абсцесс. И пятое – это развитие осложнения и летальный исход. При первом и втором случае никаких манипуляций не требуется. В третьем случае требуется усиление консервативной терапии, либо проведение вот этих дренажей, установки дренажей в полость. Четвёртая степень требует хирургического вмешательства. Пятая степень, конечно же, требует, если есть возможность выполнить операцию, но если это массивное кровотечение, то, конечно, возникает летальный исход, как правило. Когда же возникают вот такие неблагоприятные ситуации, то есть когда происходит хронизация, когда происходит некоторое всего лишь улучшение или же развитие осложнений, это когда имеется у нас множественный острый абсцесс, то есть гангренозный абсцесс. Когда у нас имеется тканевой секвестрат, то есть в полости имеется участок лёгочной ткани, который ещё не подвергся гнойно-гнилостному распаду. Он не даёт спасти полости, и сохраняется эта полость гнойным очагом. Если имеется нижнедолевая локализация, то это тоже является одним из предвестников, что у него будет хронизация процесса, либо осложнения разобьются. И когда у нас большой диаметр полости абсцесса, то есть произошёл массивный некроз лёгочной ткани, тогда тоже мы не ждём практически эффекта от консервативной терапии, и мы в более ранние сроки должны выполнить дренирование и улучшить лечение пациента. При гангрене лёгкого, к большому сожалению, как правило, возникает летальный исход. Вот что я хотел сказать по острогнойно-деструктивным заболеваниям лёгких. То есть, что мы должны уяснить? Любое воспаление лёгочной ткани требует обязательно рентгенологического контроля, особенно у лиц, которые склонны к хронизации этого процесса или развитию деструктивных заболеваний. Это старческий возраст, это сниженный иммунитет, это люди, у которых имеются вредные привычки. Второе – это проведение консервативной терапии, обязательно после проведения дифференциальной диагностики. Подключение при вышеуказанных ситуациях, а именно множественных абсцессах, наличие тканевого секвестрации, нижнедалевой локализации или большой полости, элементов малой хирургии, а именно дренирования плевральной полости. И направить, конечно, пациента к таракальному хирургу. Перейдем к хроническим заболеваниям легких, гнойным. Это бронхоэктотическая болезнь, это пневмоцироз. Все они имеют хронические заболевания легких, свои симптомы, которые, как бы можно сказать, вкупе объединить их в одну, которая встречается практически у всех хронических заболеваний легких. Это кашель, это гнойная мокрота, это гипертермия, это боль в грудной клетке, это кровохарканье, это деформация грудной клетки, изменение состава крови. Если вы при хронических заболеваниях легких ответите, что у него есть кашель, гнойная мокрота, вы попадете в точку. И больной, который придет к вам, любой с хроническим заболеванием легких, как правило, имеет вот эти все симптомы. Методы диагностики, я о них уже сказал, это рентгенологические в первую очередь, и в обязательном порядке здесь нужно проводить бактериологическое исследование с целью выявления микроорганизма и проведения соответствующей антибактериальной терапии. Переходим к каждой конкретной нозологической единице, это хронический абсцесс. Когда мы считаем, что абсцесс хронический, он, как правило, бывает после перенесенного острого абсцесса. Абсцесс считается хроническим, когда острый абсцесс не завершается в течение двух месяцев. То есть это тоже же самый ограниченный гнойно-деструктивный процесс, который мы рассматривали как острый, но он держится в течение двух месяцев. На данном слайде вы видите рентгенологические картины при хронических абсцессах легкого. Это бронхография при абсцессе легкого, которая сегодня практически не применяется. В основном для диагностики хронического абсцесса используются лучевые методы диагностики, в частности компьютерная томография. На данном слайде представлена бронхоскопическая картина хронического абсцесса. Хочу сказать, что вы ничего не увидите, кроме гноя. Поэтому лишь только если абсцесс открывается в большем отверстии какого-нибудь из долевых бронхов, вы тогда можете увидеть этот свищевой ход. Ну а бронхоскопически вы видите наличие только гноя. Клиническую картину я вам уже рассказал, что это кашель, постоянные интоксикации, лечение хронических абсцессов. В отличие от острых абсцессов, только хирургическое. До операции обязательным моментом является санация этого очага, одним из малоинвазивных методов, либо это трансбронхиально, либо это транстаракально. И выполняется хирургическое вмешательство. Это, как правило, лобэктомия. Если есть возможность, это атипичные различные резекции легочной ткани, и иногда бывает необходимость выполнить пульмонэктомию. На данном слайде вы видите трансбронхиальное дренирование, которое мы рассматривали также раньше. Это трансторакальное дренирование, которое также проводится и при хронических абсцессах. На этом слайде вы видите типы, варианты операции. Это лобэктомию, пневмонэктомию или пульмонэктомию, различные клиновидные атипичные резекции, либо сегментэктомия. Последние нижние две практически при хронических абсцессах невозможно использовать. Следующая нозологическая единица при хронических заболеваниях гнойных легких – это бронхоэктатическая болезнь. Бронхоэктатическая болезнь является одной из основных форм хронических неспецифических заболеваний легких, характеризуется формированием бронхоэктазов. Это реагионарное расширение бронхов с последующим развитием в них хронического нагноительного процесса. Бронхоэктатическая болезнь распространена среди населения примерно в 1% случаев. Заболевание чаще встречается в детском и юношеском возрасте. Нужно нам различить бронхоэктазы – это сегментарное расширение бронхов, обусловленное деструкцией и нарушением нервно-мышечного тонуса в их стенах вследствие воспаления, дистрофии и гипоплазии структурных элементов, и бронхоэктатическую болезнь отдельно. Как правило, единицей бронхоэктатической болезни является бронхоэктазы. Но бронхоэктазы могут развиться не только при бронхоэктатической болезни, но и при, например, хроническом обструктивном бронхите, либо при наличии какого-то инородного тела, либо туберкулез легкого, когда нарушается в определенном плане дренирование этого бронха, и нижележащие структуры бронхов расширяются и становятся очагом гнойного воспаления. Бронхоэктатическая болезнь – заболевание, которое возникает, как правило, в детском возрасте и основным патоморфологическим субстратом которого является регионарное расширение ветвей бронхиального дерева, преимущественно локализующиеся в нижних отделах и сопровождающиеся хроническим и специфическим нагнорительным процессом. Бронхоэктатическая болезнь характерна левосторонняя, как правило, расположение и, как я же сказал, нижняя долевая локализация. В этиологии развития бронхоэктатической болезни имеют генетическая предрасположенность или перенесенные различные заболевания, как показано на данном слайде. Здесь показан процесс воспалительного в легочных бронхах. Расширение бронхов и задержка бронхиального секрета способствуют развитию воспаления, как показано на снимке справа. В дальнейшем при прогрессировании последнего, то есть воспалительного процесса, происходит необратимое изменение в стенках бронхов. То есть этот воспалительный процесс начинает перемещаться в стенку бронхов и разрушать его ткани. И таким образом формируется расширение локальных бронхов. На следующем слайде показана патологоанатомическая картина. Как правило, они развиваются в мелких бронхах, эти бронхоэктазы. А это макроскопическая картина больного, страдавшего бронхоэктатической болезнью. Классификация бронхоэктатической болезни. Его различают первичную бронхоэктатическую болезнь, которая истинная, и вторичная, которая развивается на фоне каких-то других заболеваний, в частности, это хронический обструктивный бронхит, туберкулез, абсцесс. По форме бронхоэктазов различают цилиндрические, мешочатые, веретенообразные и смешанные. По количеству одиночные – множественные. По распространенности процесса – односторонние и двухсторонние. По клиническому течению – бронхитическая стадия, стадия выраженных клинических изменений, стадия осложнений. Зачем нужна эта классификация? По классификациям мы вырабатываем тактику лечения. В частности, первичная бронхоэктаза, как правило, подвергается оперативному вмешательству. Вторичная зависит от идеологического его фактора, и если идеологический фактор еще не устранен, то вмешательство как хирургическое здесь не совсем иногда бывает правильное. Форма бронхоэктазов тоже имеет значение. Если цилиндрические и веретенообразные мы можем лечить консервативно, то мешочатые и смешанные, если мы видим бронхоэктазы, то они чаще подвергаются хирургическому вмешательству. Одиночные бронхоэктазы можно лечить консервативно, но множественные чаще лечатся хирургическим путем. Двухсторонние, если процесс у нас идет, мы не можем удалить оба легких, поэтому мы лечим консервативно, либо больному рекомендуют трансплантацию легких. И стадии. В зависимости от стадии мы подготавливаем его к консервативному лечению, либо мы выполняем после консервативных хирургическое вмешательство. В анамнезе у больных бронхоэктазической болезнью, как правило, отмечаются частые респираторные заболевания. Бронхиты, повторные пневмонии, как правило, которые перенесены были в детском возрасте. Основная жалоба – это наличие кашля большим количеством слизистой гнойной или гнойной мокроты. Мокрота иногда с неприятным запахом отходит большей частью утром, после пробуждения, а также при определенном положении тела, когда придается дренажное положение. Количество мокроты зависит от стадии заболевания. Если идет ремиссия, то количество мокроты мало, но она не исчезает. И при усилении обострения ситуации мокрота увеличивается от 100 миллилитров до полулитра. Важным симптомом бронхоэктазической болезни служит кровохарканье, которое встречается у 30% больных. В ряде случаев, когда имеются сухие бронхоэктазы, кровохарканье может быть единственным симптомом заболевания. При обострении бронхоэктатической болезни могут быть еще, кроме кашля, лихорадка, боли в грудной клетке, симптомы интоксикации, а если процессы у нас запущены, то возникает еще и одышка. При общем осмотре вы можете увидеть отставание больных в физическом развитии, если эти бронхоэктазы первичные, то есть сформировались в детском возрасте. В поздних стадиях заболевания, как правило, эти заболевания сопровождаются эмфиземией легких, адутоватос лица появляется, цианоз, значит бочкообразная грудная клетка, могут изменяться концевые фаланги пальцев и форма ногтей, которую вы видите на данном слайде, в виде барабанных палочек и часовых стекол. Перкуссия, пальпация имеет значение, большее значение имеет аускультация, когда вы выслушиваете разные хрипы, сухие и влажные. Из лабораторных методов диагностики большее имеет значение микроскопическое исследование мокроты. Общий анализ крови нам дает лишь лейкоцитоз с повышением сои, иногда и аномию. А микроскопия нам позволяет дать характеристику гнойного процесса. Мокрота имеет трехслойный характер, внизу гной, в середине серозная жидкость, сверху пена. При бактериологическом исследовании выявляют патологический микроорганизм, против которого назначают соответствующее лечение. Биохимический анализ крови ничего в принципе нам не дает, лишь дает показатель, как снижение альфа-фракции в глобулинах. Рентгенологическая картина, если честно сказать, она не отличается от хронического обструктивного бронхита, лишь только опытные рентгенологи могут найти такие симптомы, как трамвайные рейки, это парные полоски утолщенных стенок бронхов. Возможно смещение средостению в сторону поражения вследствие пневмоцироза, развивающегося легкого. Иногда видны кольцевые тени, эта длинная стрелка вот здесь показывается, и трамвайные рейки, короткая стрелка вот мы вам показываем, на рентгенограмме. Как я уже сказал, одним из золотых стандартов вообще-то считается для диагностики бронхоэктатической болезни бронхография. Но вследствие появления компьютерной томографии нам стало легче диагностировать бронхоэктазы, и необходимость бронхоэктазы отпала. Ну, как бы, чтобы наглядно вам показать этот процесс бронхографический, мы представили вот эти слайды. Эти, справа у нас процесс бронхо очень не изменен, а слева у нас имеются вот такие расширенные бронхоэктазы на данном слайде. Здесь вы видите в следующем слайде бронхоэктазы нижней доли правого легкого, и двухстороннее поражение справа. Картинка как слева, так и справа имеется бронхоэктазы. Ну, это вот слева процесс, то, что мы увидели. Бронхоскопия позволяет нам оценить выраженность бронхита, а также выявить типичный симптом расширения дистальных бронхов. Это признак суля. Крупных бронхов, если ваш бронхоскопист неопытный, то он может и не увидеть эти расширения, а эти расширения бывают, как правило, в дистальных бронхах, которые вы можете увидеть бронхоскопически. Ну, я, как уже сказал, большую помощь в постановке диагноза бронхоэктатическая болезнь нам дает именно компьютерная томография. В следующем слайде вы видите вот билатеральные мешковидные бронхоэктазы. Без ли каких-то мешательств, то есть неинвазивно, вы можете поставить этот диагноз. Обязательным моментом в диагностике бронхоэктатической болезни, не в диагностике, а в выборе метода лечения является исследование функций внешнего дыхания. А именно выявляется, если мы выявляем резкое снижение жизненной емкости легких, это свидетельство о деструктивном процессе инфиземии легких, и выполнение оперативного мешательства необходимо проводить по строгим показаниям. Дифференцирует бронхоэктатическую болезнь с хроническим бронхитом, с абсцессом легкого, туберкулезом, с раком легкого, и когда имеется хроническое абструктивное заболевание легких. Течение бронхоэктатической болезни, оно волнообразное, с чередованием обострения и ремиссии, и могут возникнуть осложнения. Это легочные кровотечения, это развитие абсцессов с ЭПМами плевры, если длительный процесс развивается амилайдоз с поражением почек и печени, а присоединение хронического абструктивного бронхита и инфиземии легких приводит к прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности. Поэтому бронхоэктатическую болезнь обязательно нужно лечить и по возможности хирургически. Но бывают ситуации, когда мы лечим их консервативно. Это в основном санация трахиобронхиального дерева, а в частности бронхиального. Санация бронхиального дерева проводится пассивно или активно. Пассивно – это различные постуральные дренажи, применение отхаркивающих средств, дыхательная гимнастика. Активно – это то, что выполняет сам врач. Это бронхоскопическая санация, микродренирование бронхов и так далее. На данном слайде вы видите положение оптимальное для стимуляции дренажной функции каждого из сегментов легкого, где расположен бронхоэктаз. Вот санационная бронхоскопия. Она проводится путем применения различных антибактериальных препаратов. Санационную бронхоскопию выполняют через день в течение 80 санаций. Кроме санации еще и проводят комплекс мер, которые нормализуют общий статус пациента и легочную реактивность поднимают. Это переливание альбумина, переливание жировых эмульсий. Показано физиотерапевтическое лечение. Это УВЧ, это микроволновая терапия. Оперативное лечение производит в случаях развития тяжелого течения бронхоэктатической болезни, когда имеются мешочатые бронхоэктазы, когда идет частое обострение этой патологической ситуации. Но при двусторонних бронхоэктазах удаляют наиболее пораженную часть легкого, как правило, с одной стороны. Исход заваливания зависит от распространенности процесса, наличия осложнений. Умеренное поражение при условии систематического лечения обеспечивает длительный период компенсации и сохранности к труду. Поэтому чаще стараться надо, если это небольшое поражение, консервативно лечить, ну а патогенетическое вообще-то лечение бронхоэктазов это только хирургия, то есть убрать этот патологический очаг. Есть меры профилактики, это первичная и вторичная. Первичная профилактика это заключается в лечении пневмонии правильным, особенно в детском возрасте. Вторичная профилактика заключается в рациональном образе жизни, лечении интеркурентных инфекций, борьбе с очаговой инфекцией верхних дыхательных путей. Следующее заболевание это пневмоцироз. Клиническое излечение больного абсцессом легкого или любого хронического неспецифического заболевания, как правило, сопровождается образованием рубцовой ткани в легком, которая называется пневмоцирозом. На данной картине вы видите пневмоцироз левого легкого. Лечение пневмоцирозов это только хирургическое, то есть легочная ткань не участвует в акте дыхания, не выполняет свою функцию, а является источником инфекции. И развитие различных осложнений. Поэтому необходимо выполнять при пневмоцирозе оперативное вмешательство. Одними из ситуаций, которые осложняются хронические, неспецифические и нагноительные заболевания легких, является легочное кровотечение. Массивное легочное кровотечение опасно не столько кровопотерей, то есть объемом кровопотерей, а сколько быстронаступающей асфиксии. То есть пациент буквально тонет в своей крови. Поэтому о возможности перехода небольшого кровотечения в массивное невозможно предсказать. Поэтому любое кровотечение, которое появилось из дыхательных путей, необходимо госпитализировать специальное таракальное отделение. Частота легочных кровотечений при различных заболеваниях легких бывает от 10 до 60%. Общая летальность при легочных кровотечениях примерно 15%, а при массивных легочных кровотечениях она достигает до 60%. Стручков классифицировал кровотечение в 63-м году 20-го века. Он различает три степени легочного кровотечения. Первая степень – это до 300 мл, вторая степень – до 700 мл, третья степень – более 700 мл. В зарубежной практике используется иная классификация, которая различает легочные кровотечения на два варианта. То есть различает два варианта. Первое – это кровохаркание, второе – это легочное кровотечение. Под кровохарканием понимают первую степень легочного кровотечения по Стручкову, а все, что больше – это, то есть вторая и третья – идет уже массивное кровотечение. На данном слайде показана схема обтурации бронха при развитии легочного кровотечения, которое необходимо оказать больному с массивным легочным кровотечением. Хотелось бы отметить, что если у вас на практике появился такой больной, то самым верным решением, которое вы примете, это является то, что пациента надо направить скорее в стационар, где оказывают специализированную хирургическую помощь с больным с легочным кровотечением. И тактика дальнейшая будет избираться именно таракальным хирургам. На данном слайде вы видите бронхоскопическую картину кровотечения легочного до и после обтурации. На втором слайде вы видите вот, то есть картинки в слайде, вы видите обтуратор, который закрыл источник кровотечения, тем самым сохранилась область аэрации, и человек не погибает от аспирации собственной кровью. Мы в нашей практике используем ангиографические методы, как я уже говорил, это окклюзия кровоточащего сосуда, которая, как правило, бывает из бронхиальной артерии. Селективная бронхиальная артерия гриофея до эмболизации и эмболизация, которая выполнена слева, вы видите, что бронхиальная артерия закрыта, и тем самым мы остановили легочное кровотечение. В нашей клинике выработан специальный алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при легочных кровотечениях. При первой степени выполняется консервативная терапия с рентгенологическим обследованием и в течение 24 часов выполняет фибробронхоскопию. Если кровотечение остановлено, в дальнейшем плановое обследование и при необходимости это плавное оперативное лечение. Если имеются противопоказания к операции, то выполняется бронхиальная артериография с острой эмболизацией бронхиальной артерии. При второй и третьей степени на фоне интенсивной терапии проводим комбинированную бронхоскопию фибро и жесткую бронхоскопию с проведением гемостатических общей терапии и бронхоскопической обтурации бронхов с последующим проведением бронхиальной артериографии и эмболизации артерии. И при необходимости, если у нас острый гнойный процесс, то срочное оперативное вмешательство. Ну, в целом, вот такая информация по острым гнойно-деструктивным и хроническим гнойно-деструктивным заболеваниям легких. Хотелось бы отметить, что эти заболевания, к сожалению, у нас еще в стране не имеют тенденцию к снижению. Такие пациенты будут обращаться к вам, и если они обращаются, то вам нужно уделить внимание на вышеуказанные симптомы, жалобы, провести соответствующие методы диагностики и при выявлении этих заболеваний направить его к таракальному хирургу. А при развитии легочного кровотечения ваши действия должны быть таковыми. В первую очередь это стараться его госпитализировать, а в период госпитализации попробовать ему снизить артериальное давление и провести гемостатическую терапию. И, как я сказал, побыстрее доставить пациента в специализированный стационар, где имеются таракальные хирурги, которые владеют методами бронхоскопии и ангиографии. Спасибо за внимание. До свидания.